Всем привет! Поддавшись бытующему мнению проблемности дизельных двигателей Opel Insignia объема 2.0, решил также установить комплект масляного будильника. Одна из проблем данного двигателя это рассыхание уплотнительного кольца масляного насоса, который установлен в поддоне двигателя. Процедура замены этого кольца достаточно сложная, заключается в снятии поддона и отсоединении коробки передач. Поэтому, чтобы сразу не тратить время и деньги на замену этого кольца, решил болезнь предупредить установкой данного комплекта. Значит, верхний ряд приобретен с китайского сайта и представляет собой индикатор давления масла, датчик давления масла и соединительные провода. Ссылочку добавлю в описании. Что касается механической части, ее необходимо докупить. И на всякий случай прикупил новый датчик давления масла, родной от Opel Insignia, который установлен на двигателе. В случае, если при его демонтаже произойдет залом или какие-либо другие проблемы. Итак, что касается установки на сам двигатель. Расскажу здесь на столе, а после покажу уже непосредственно на автомобиле. По заводу там установлен датчик, который срабатывает по низкому давлению. То есть, загорание лампочки низкого давления уже будет свидетельствовать о том, что дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна. Поэтому, чтобы предупредить, необходимо установить данный комплект. Значит, отверстие там одно. То есть, невозможно установить два датчика. И этот, и этот. Нам понадобится тройник. Где взять тройник? На выручку приходит ВАЗовский тройник, который устанавливался на ВАЗ 2106 или 2103. Значит, данный тройник собирается следующим образом. И он готов уже к установке, так как резьба М14 здесь соответствует резьбе М14 на родном датчике. Но, есть одна проблема. У него везде резьба М14. Это внутренне, и это внутренне М14. А датчик, который идет в комплекте китайского комплекта, одна восьмая. Причем еще и конусная. Значит, для этих целей был приобретен вот такой переходничок. Тоже с китайского стайта. Оставлю ссылку. Но, как оказалось, он не походит по резьбе. То есть, резьба была близкая, но не с тем шагом. Соответственно, чтобы привести его в надлежащий вид, то есть, чтобы можно было в использовании, пришлось докупить плашку и мечик для нарезания резьбы. Соответственно, этой мы нарезали внешнюю резьбу. А мечиком нарезали внутреннюю одну восьмую. Может, вам, конечно, и повезет, и у вас придет переходничок с нужными резьбами. Но, как правило, китайцы пишут то, что мы хотим увидеть, а присылают совершенно другое. В подтверждение. Мечик одна восьмая. Стали R6, M5 видно. И плашка M14. Все. Переходничок подготовлен. Значит, он вкрутится в отвод. То есть, в сторону. Так как датчик это достаточно большой, то лучше его устанавливать в сторону. А уже датчик давления масла родной от Opel Insignia встанет в торцевую часть этого тройника. Вот так будет собран комплект на непосредственно двигателе. Значит, еще пару особенностей. Конусность резьбы. Значит, в этой части и в этой части резьба конусная. То есть, установка уплотнительных шайб нам не поможет. То есть, если сюда еще можно ее поставить, то здесь ничего не получится. Что нужно? Добавляем герметик и плотно-плотно зажимаем, но не перебарщиваем, чтобы резьба не лопнула. Значит, та часть, которая будет вкручиваться непосредственно к двигателю, необходимо установить алюминиевую шайбу. Не медную, а именно алюминиевую. Так как двигатель тоже является дюралюминиевым. Чтобы не проходили никакие химические реакции. Ну вот, в принципе, и все. От самого датчика будут идти провода до нашего индикатора. Осталось все это установить на двигатель. Расскажу еще немного про подключение данного комплекта. Значит, комплект данный универсальный и при заказе его с сайта вы должны указать, с какой целью будете его использовать. То есть, он может использоваться и как датчик температуры охлаждающей жидкости, и как датчик температуры масла, датчик давления, топлива. Я заказывал непосредственно для измерения масляного давления. Поэтому и датчик приходит соответствующий. Oil Press Sensor. Значит, как подключается? Стандартный разъем, который подходит к индикатору. На его конце мы видим четыре провода следующих цветов. Зеленый, желтый, черный и красный. Итак, для чего же нужен каждый из этих цветов? Значит, зеленый идет непосредственно к датчику с буковкой G. Устанавливается, ну, скорее всего, по цвету Green. Устанавливаем его сюда. Так, дальше. Черный. Он является землей. Соответственно, и второй контакт на нашем датчике тоже обозначен как земля. Его подсоединяем сюда. Так, осталось два провода. Желтый и красный. Оба они питающие. Только красный мы подаем непосредственно на постоянные 12 вольт с аккумулятора. А желтый подключаем к зажиганию, чтобы индикатор наш не все время горел, а только в момент работы двигателя. В момент того, как мы включаем зажигание. Значит, подадим питание. Естественно, здесь мы сделаем так для проверки. То есть, одновременно подадим питание и на желтый, и на красный. А минус питание подадим вот на этот контакт, который обозначен как земля. Здесь и здесь является черным. Значит, чем подаем? Лабораторный блок питания, тоже с китайского сайта. Порядка 30 долларов. Ссылку тоже оставлю. Очень удобно в домашних условиях его использовать. Итак, подаем минус. То есть, данный индикатор, хоть и электронный, но индикаторная его часть выполнена в виде стрелки. То есть, видим, что сейчас он показывает ноль. Значит, измерение по нему идет в своеобразных единицах. PCI. Конечно, это не атмосферы, но уже много информации. И в этих единицах какое должно быть давление масла на данном типе двигателя. Ну, давайте сымитируем, хотя бы создадим хоть какое-то давление и посмотрим на реакцию данного индикатора. Значит, давление создаем обычным насосом. Видно, что на каждое качание датчик давления срабатывает и индикатор показывает какое-то значение. Будем считать, что условно, что датчик и индикатор исправны. Итак, где стоит датчик аварийное давление масла? Значит, спускаемся за генератор. Вон там стоит. Фишка снята с него. Как я уже говорил ранее, резьба датчика давления масла конусная, но я решил подстраховаться и установить дополнительные уплотнительные шайбы. Замерил, сколько остается высота до полного закручивания датчика и получилось, что можно установить четыре медных кольца. Также установил два медных кольца между переходником и трубкой тройника. И все это, конечно, хорошо промазал автогерметиком для прокладок, который выдерживает температуру до 200 градусов Цельсия. Значит, полный комплект для установки выглядит следующим образом. Кроме этого, к двигателю на тройнике устанавливается одно алюминиевое кольцо, уплотняется торцевая часть тройника с помощью одного медного, и сам датчик садится на два алюминиевых кольца. По установке в двигатель необходимо установить этот комплект, чтобы датчик давления масла с нашего набора располагался контактами вверх. Тогда его дюза впускная на масло оказывается вниз, и это предотвратит отложение грязи и всевозможного кокса от масла. Соответственно, датчик будет работать очень долго. Так, есть еще одна, конечно, сложность, это провести провода от датчика в салон. То есть, слева мы берем и упираемся в расширительный бачок охлаждающей жидкости. Значит, только сняв него, его, а для его снятия придется снимать аккумулятор и платформу, только тогда мы доберемся до общего жгута проводов и сможем проколоть мембрану и попасть в салон. Такая еще трудность. Итак, информация о давлении масла у вас в салоне. Значит, на холодном двигателе показывает 50 PCI. Позже переведу это в давление. Ну и надо будет посмотреть в соответствии с мануалом, сколько должно быть давление масла. Также давайте посмотрим реакцию на нажатие педали газа. пропорционально прирастает стрелке тахометра. Это уже хорошо, то есть нету просадок по давлению. Итак, настало время теперь проверить на горячую. То есть прогретый двигатель после движения по городу. Будем смотреть перемещение давления масла по индикатору давления масла согласно оборотов. Заодно проверим отрабатывание редукционного клапана. Значит, холостой ход порядка 22 PCI. Буду переводить в обычное давление. Смотрите внимательно на экран. оборотов. Продолжение следует... Смотрите Удах. Продолжение следует... Продолжение следует... Значит обороты растут, а давление масла стоит наверняка сработал редукционный клапан и дальнейшее повышение оборотов не приводит к повышению давления масла. Это тоже хорошо. Осталось только сверить текущие значения с общеизвестными и сделать вывод о работе масляного насоса и о состоянии уплотнительного кольца масляного насоса. По-прежнему движения синхронные, с равными приращения давления масла относительно оборотов, будем дальше делать выводы. Сразу после того, как постояло и сделали заводку, видим, что подскакивает давление. То есть если будете мерить, мерите после проезда по дороге на хорошо прогретом двигателе. То есть как только вы чуть-чуть постояли, сразу показания будут очень хорошими. Ну вот, поэтому, ну то есть, видим, что стрелочный индикатор подсказывает 90 градусов, но если мы включим бортовой компьютер, видим, что 84 градуса. И при этом давление достаточно хорошее. Да, но видели на хорошо прогретом двигателе, после продолжительной езды оно будет показывать, ну не на половину, но на треть точно меньше. Поэтому прогреваем, смотрим по бортовому компьютеру текущую температуру и только потом производим свои измерения. Ну и напоследок пару слов о самом комплекте. Он приобретен с китайского сайта и выглядит, как большинство китайских комплектов для измерения давления масла. Особенно его выдают большие размеры датчика. Ну а то, что его греет на упаковке, то, что он оригинальный, Germany. Ну тем не менее, с его помощью я снял значение давления масла в моем двигателе по оборотам. Значит, сами значения, от них я отнял 0.1, 0.2 от измеренных, так как двигатель просто был прогрет до 90 градусов. И я их сравнил со значениями, которые получил обобщенные и свел в таблицу в виде среднего значения у других пользователей. И делаю вывод, что работа моего масляного насоса, состояние уплотнительного кольца масляного насоса еще в норме. Но со временем придется все-таки произвести плановое техническое обслуживание с заменой этого кольца и оценки вкладышей шатунов. Ну, по крайней мере, датчик, установленный в двигатель и индикатор в кабине позволяет оценивать текущее состояние и в случае заниженного давления уже не затягивать с этим техническим обслуживанием, а проводить его незамедлительно. На этом пока все. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.